Привет всем друзья! В этом видео поговорим о слове Россия. А точнее об истории развития этого слова. Россия – это греко-византийское наименование Руси. Именно так переводится слово Русь с греческого языка. А причина этому – отсутствие звука УУ в греческом языке. От греков на Русь пришло и православие. Именно от них князь Владимир в 988 году принял христианство. И в этом же году произошло знаменитое крещение Руси. Впоследствии, через православно-книжную культуру Русь или Русию иногда стали обозначать на греческий манер и записывать Россия. Впервые слово Россия упоминалось еще во времена Киевской Руси. Первое дошедшее до нас письменное упоминание термина Россия, датировано серединой X века. Это примерно 950 год. Термин Россия встречается в сочинениях византийского императора Константина Багринародного в писаниях о церемониях и об управлении империей. Как греческое название древнерусского государства от Киева до Новгорода. В описании Руси были такие слова, цитирую. Название государства Русь было образовано от составлявшего государственную элиту народа русов, которые по-гречески назывались народ росов. А это отрывок на греческом языке, где Константин Багринародный описывает Русь в том же 950 году. А это уже перевод на русский, того же греческого текста. В тексте упоминаются города Руси, можно увидеть упоминания Новгорода и Киева. Также упомянут Святослав, сын князя Игоря. В 1387 году митрополит киевский Киприан, будучи в Константинополе, переписывает рукопись и, закончив работу, подписывается митрополит киевский и всея Россия. Таким образом, перенимая греческий вариант названия Руси. С тех пор слово Россия начинает распространяться на Руси в церковной среде. При этом в политической сфере и в летописании Русь записывается просто как Русь или Русия. В начале 15 века Григорий Цамблок называет Киприана архиепископом российским, а немного позже его самого называют таким же титулом. В 1485 году русский книжник Иван Черный впервые использует слово Россия в титуле великого князя Ивана Третьего, вместо обычного Русия, то есть, на церковный манер. На некоторых монетах Ивана Третьего и Василия Третьего имеется уже надпись «Господарь всея России». У Максима Грека впервые встречается этноним «россияне». После венчания Ивана IV на царство в 1547 году государство стало называться Российским царством. В Речи Посполитой начиная с 1580-х годов, в среде Голицкого православного сообщества и Львовского Успенского братства наметилась тенденция называть Русь и все восточнославянское пространство в аллинизированной форме, Россия, а ее народ соответственно россиянами или народом российским. Такой выбор был сознательной демонстрацией ориентации на константинопольский патриархат и греческое наследие, в противовес польским попыткам насаждения католичества. Для конкретизации и отличия православных земель в Речи Посполитой, от владений царя, в трудах ряда галецких и киевских духовных деятелей, таких как Иоанн Вишенский, Иофф Борецкий, Захария Копыстинский или Иннокентий Гизель, становится характерным употреблением термина «малая Россия». Слово «Россия» с двумя буквами «С» впервые появляются в 1591 году в издании типографии города Львов и в 1594 году в издании типографии Острога. «Россия» с двумя «С» начинает использоваться в книгах, изданных западнорусскими авторами в монастырских типографиях Киева, Вильны, Орши и, наконец, Москвы. Хотя впервые термин «малая Россия» появился вовсе не на Руси. В начале XIV века византийские летописцы называли «малой Россией» Галецко-Волынское и Туровапинского княжества. Подобные деления есть до сих пор и в соседней Польше, и в Австрии. Также были такие понятия, как «червонная Русь», «черная Русь», «красная Русь» и «белая Русь». Название «белая Русь» есть и сейчас. Четкого определения у этого названия нет. Название «белая Русь» часто меняло свою географию. Изначально таким названием называли «всю северную часть Руси», аж до самой Москвы. Например, на карте Себастьяна Мюнстера 1552 года «белая Русь» обозначена в районе Москвы. А уже на карте Джиролла Марушелли 1561 года «белая Руссия» уже указана в районе Великого Новгорода. А после раздела Речи Посполитой, примерно в 1800-х годах, «белой Русью» стали называть Витебскую губернию с центром в Витебске. А после революции в России, в состав Белоруссии были переданы несколько областей России. И была образована Республика Беларусь. По завершению Второй мировой войны были освобождены земли Западной Белоруссии. И границы Белой Руси с того времени не менялись. Ну а мы вернемся в средние века. На карте мира Фрамаура 1459 года можно увидеть латинское слово «Россия» через букву «О». Существовал еще ряд вариаций названия Руси с буквой «О», например, на карте Андреа Бьянко 1436 года «Россия» также указана через букву «О». В летописях того времени можно было встретить в перемешку и слово «Россия» через букву «О» или «Руссия» через букву «У». Но особенно любил слово «Россия» и его производные небезызвестный Симеон Полоцкий. С 1654 года Московский печатный двор начинает использовать Россию с двумя «С» в документах. Ну а окончательное утверждение, написание через букву «О» из двумя «С» произошло в эпоху Петра I, провозгласившего в 1721 году Российскую империю. На этом у меня все. До новых встреч!